На космодроме Байконур на стартовый комплекс площадку номер 31 под названием Восток вывезена ракета-носитель «Союз-2.1а». Ракета, которая получила имя «Гагарин», украшена праздничной символикой, посвященной 60-летию полета первого человека в космос. По традиции на вывозе были дублеры экипажа корабля «Союз МС-18». Космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров, Олег Артемьев и астронавт НАСА Энн Маклейн осмотрели ракету-носитель, который предстоит доставить на орбиту, и их коллег — основной экипаж. В российской научной программе более 50 научных экспериментов по медицине, биотехнологиям, материаловедению, физике космических лучей, биологии, исследованию Земли из космоса. Экипаж встретит грузовые пилотируемые корабли, а также новый модуль «Наука». Дата и время старта — 9 апреля, 10 часов 42 минуты по московскому времени. Полет к Международной космической станции должен пройти по сверхбыстрой схеме. Смотрите прямую трансляцию с космодрома Байконур на Роскосмос ТВ и официальном сайте Госкорпорации. Российско-германская орбитальная рентгеновская обсерватория «Спектр-РГ» сейчас проводит третий обзор неба из восьми запланированных. Уже открыто около двух миллионов источников рентгеновского излучения, что в 20 раз больше, чем было зарегистрировано предыдущим подобным проектом обсерватории Росад. Примерно три четверти этих источников — активные ядра галактик и квазары. Поиск и отбор далеких квазаров для исследования в рамках проекта будет производиться при помощи системы машинного обучения SRGZ, разработанной участниками проекта в отделе астрофизики высоких энергий Института космических исследований Российской Академии Наук. В результате ожидается получение выборки из нескольких тысяч квазаров высокой светимости. Ученые на основе этих материалов будут исследовать физические и статические свойства активно растущих сверхмассивных черных дыр в молодой Вселенной, их светимость, спектральное распределение излучаемой энергии и переменность. По информации Института космических исследований Российской Академии Наук, в ночной атмосфере Венера на высотах от 85 до 100 километров предельно мало озона, а содержание двуокиси серы значительно изменяется в течение нескольких суток. Эти выводы были сделаны по итогам обработки данных прибора СПИКАФ на борту аппарата Венера-Экспресс, созданного при активном участии Института космических исследований Российской Академии Наук. Как полагают исследователи, наблюдаемое распределение озона указывает, что этот газ взаимодействует с химическими соединениями, переносимыми ветрами из дневной стороны полушария на ночную. Например, это могут быть соединения хлора, которые, как известно, быстро вступают в реакцию с озоном, разрушая его. По свидетельствам ученых, верхняя мезосфера Венеры — очень изменчивая среда, которую только предстоит описать теоретически. 4 апреля 2021 года, 120 лет со дня рождения советского государственного деятеля, специалиста в области руководства оборонно-промышленным комплексом и создания ракетно-космической техники Михаила Васильевича Хруничева. С именем Хруничева более полувека связана научная и производственная деятельность космического центра. Под руководством уроженца Донбасса, министра авиационной промышленности СССР, отечественными конструкторами были созданы новые истребители, всепогодные перехватчики, бомбардировщики и другие боевые самолеты, основа послевоенной воздушной мощи страны. Талантливый организатор советской науки Хруничев много сделал для укрепления оборонного могущества государства. За заслуги перед Родиной ему было присвоено звание Героя социалистического труда. 3 июля 1961 года, спустя месяц после кончины Михаила Васильевича, завод номер 23 в Москве получил новое наименование – машиностроительный завод имени Хруничева. Сегодня это Государственный космический научно-производственный центр. В цехах предприятия и его филиалах создаются тяжелые ракетоносители «Протон-М» и новейшая «Ангара», а также разрабатывается самая передовая космическая техника России. В созвездии Кассиопея вспыхнула новая звезда. Ее можно увидеть в бинокль. Японский астроном-любитель Юдзи Накамура заметил на полученных им снимках созвездия Кассиопея яркую звезду, которой не было всего несколько дней назад. Он сообщил о находке в Национальную астрономическую обсерваторию Японии, где провели наблюдение и подтвердили, что вспыхнувший объект является классической новой, присвоив событию обозначение V1405 Касс. Новые звезды – это тесные двойные, состоящие из белого карлика и звезды Компаньона. В таких системах происходит перетекание вещества внешних слоев звезды на белый карлик. Это в какой-то момент приводит к взрывам и увеличению яркости для наблюдателей Земли. Сейчас трудно сказать, как долго вспышка в созвездии Кассиопеи будет видимой. Иногда новые сохраняют яркость лишь несколько дней, а иногда ими можно любоваться месяцами. К 60-летию юбилея первого полета человека в космос московский планетарий подготовил уникальный звездный сюрприз под куполом – живую лекцию неба Гагарина. В Большом звездном зале московского планетария, где в 60-е годы прошлого столетия изучали звездное небо первые космонавты планеты, посетители совершат путешествия во времени и пространстве, перенесутся из Москвы на Байконур и окажутся в прошлом, чтобы увидеть, каким было небо в день полета и что открылось взору Юрия Алексеевича Гагарина на орбите Земли. Первые испытания на Марсе вертолета «Изобретательность», который расположен на борту марсохода «Настойчивость», планируют провести не ранее 11 апреля. Во время полета специалисты будут делать фотографии с помощью установленных на аппарате камер. Первоначально вертолет должен подняться на высоту всего около 3 метров. Позже высота увеличится до 5 метров. Ожидается, что полеты аппарата будут продолжаться не менее одного месяца. Еще одна марсианская новость. Аппарат «Инсайт» снова зафиксировал два случая сейсмической активности на Красной планете. Магнитуда колебаний достигла 3,5 баллов по шкале Рихтера. Толчки, зафиксированные 7 и 18 марта, свидетельствуют о том, что окаменелости Цербера, где стоит аппарат «Инсайт», являются районом сейсмической активности. Астрономы выяснили, первая в истории межзвездная комета Борисова оказалась еще и первым наблюдаемым реликтом своей планетной системы, который никогда не приближался к звездам. Ее вещество оставалось нетронутым со времен образования в протопланетном диске. Комета была открыта 30 августа 2019 года астрономом Геннадием Борисовым и стала вторым за историю наблюдений за небом межзвездным объектом. Среди любительских каких-то задач, пожалуй, самое сложное. Тем более в настоящее время, когда все такие обзоры проводятся на больших телескопах, которые финансируются государственными программами, любителям астрономии теперь очень сложно конкурировать с этими обзорами, потому что они роботизированы, имеют приемники очень большие, дорогие, и они видят объекты задолго до того, как может любитель на своих небольших телескопах обнаружить комету. Но, зная, куда наводиться, где не любят наблюдать эти большие обзорные программы, мы пытаемся как-то постараться опередить большие проекты. Комета максимально сблизилась с Солнцем в декабре 2019 года, а весной прошлого года ядро разрушилось. В настоящее время комета покидает Солнечную систему и возвращается в межзвездное пространство. На следующей неделе станция «Сирис-Рекс» совершит последнее сближение с астероидом, прежде чем отправиться обратно на Землю. 7 апреля космический зонд пройдет в 3,5 километрах над астероидом «Бену». Команда миссии решила сделать последний пролет над местом под названием «Соловей», откуда аппаратом несколько месяцев назад отбирались пробы астероида. Зонд отправится в обратный путь 10 мая и прибудет на Землю в сентябре 2023 года. Галактика М64 «Черный глаз». Звезды этой галактики вращаются в обогащенных газом рукавах. М64 удалена от нас на 17 миллионов световых лет. Темные полевые облака и странное вращение – вероятный результат произошедшего несколько миллиардов лет назад слияния двух разных галактик. Красный прямоугольник. Протопланетная туманность в созвездии Единорога находится на расстоянии 2300 световых лет от Земли. Уникальная форма объекта – результат взаимодействия двух тесных звезд. Эта система окружена компактной, очень массивной и плотной полевой оболочкой с примесью водорода. Снимок сделан Адамом Блоком. Туманность Вуаль. Остатки взорвавшейся звезды. Волокна из газа – это ее видимые части, которые разлетаются по просторам Млечного Пути. Космический взрыв произошел 7 тысяч лет назад в созвездии Лебедя. Размер туманности на небе в пять раз больше диаметра полной Луны. Вуаль удалена от нас на 1400 световых лет. На снимке сделана с помощью телескопа Хаббл только небольшая часть этого объекта. Вопрос от Ильи Репина. Где спят космонавты, когда прибывает новый экипаж на МКС, если в российском сегменте всего две каюты, а космонавтов четверо? В российском сегменте модули «Звезда» действительно находятся две оборудованные каюты. Когда прилетают новые члены экспедиции, они размещаются отдельно в модуле, закрепляя свой спальный мешок по рекомендациям ЦУПа. Есть дополнительная каюта и в американском сегменте, которая часто становится ночлегом для российских покорителей орбит. С появлением в составе МКС нового лабораторного модуля «Наука» у космонавтов появится еще одно оборудованное место для отдыха. Присылайте нам ваши вопросы о космосе, а также астрофотографии на tvsobako.tvroskosmos.ru И до встречи в среду в космической среде! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok